привет друзья с вами наталья зубкова и сегодня у меня такой экспериментальный ролик я хочу записать свой образ жизни о том как я живу хочу вам рассказать очень кратенько но может быть какие-то идеи вам понравятся может быть вам будет интересно жду комментарии ну в общем давайте смотрим начинаю вчера был сильный ветер у нас и вот все 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 у меня тут пор скидала все поразбросала вот это вот мой участок это так сказать наш внутренний двор дом у нас большой с этой стороны получается дом у нас два этажа с той стороны с улицы три этажа потому что перепад местности и вывод даже да видите вот так постараюсь снять ровненько грядки уходят вниз туда с одной стороны это неудобно конечно ну здесь надо какие-то каскадные террасы делать ну ничего мы уже вышли из положения о чем сегодня хочу вам рассказать смотрите все обычно как правило не только у нас а вообще в россии от забора до забора перепахивают участки под картошку у нас на участке лес мы так решили грядки вот эти вот грядки здесь у меня одна клубника вот я начала запись с петрушечки осталось у меня немножечко вот кусочек зелени это петрушечка ее никакой мороз не берет я ее чуть попозже посушу пока в свежем виде употребляем вот эти все грядочки что остались это клубника это клубника грядочки были раньше вот у меня смотрите вот здесь вот вот прям до конца туда же осталось место еще где они были мы планировали в этом месте сделать маленькую тепличку под бассейн но это уже следующая история сейчас я что хочу рассказать вот смотрите вот такое вот у меня место вот здесь очень красивое мы посадили тут лес мы так решили что это будет очень красиво это будет экологично это будет зона отдыха у нас здесь получается трава мы просто косим и все тут грядочка под цветы у меня такая вот каскадная березка смотрите уже какая большая березка только-только начала начала желтеть вот тут солнышко я не знаю будет видно или нет постараюсь другого ракурса снять вот у меня две березки потом у меня вот здесь лиственница посадили лиственница тоже кстати она же листопадное растение то есть хвою скидывает и вот она тоже уже желтеть начала и уже потихонечку она у нас скидывает листья свои с хвою и вот смотрите вот таким вот образом у меня вот здесь все посажено вот гляньте здесь получается ряд вот так вот сосен один ряд потом вот здесь второй ряд сосен шахматном порядке я вообще перфекционист поэтому для меня почему-то это очень важно и вот здесь ряд у нас впереди несколько деревьев таких которые только-только расти ночные то есть получается три ряда здесь такие олейки колес вот очень много мы собираем почему потому что на следующий год хотим сделать из них такие столик скамеечки ну что то вот такое красивое для уюта вот стою сейчас рядом с лиственницей такая вот у нее очень интересная кора смотрите отличается обрезаю ли вот все больше обрезать уже не буду вот видите потому что выше забора уже идет и мой рост достаточно то есть вот я рукой тянусь вот сюда вот вот мне достаточно уже это уже наверное метра метра два с половиной три наверное уже два с половиной точно так вот это вообще не знаю какой кустик как-то очень красиво беленьким цветет выкопали просто в лесу две лиственницы еще маленькие у нас есть но я их отсюда хочу пересадить чтобы вот здесь была такая полянка здесь потом поставим либо скамеечку диванчик какой-то либо в общем что то такое здесь тень вот вот сосна такая вы видите как красивая какая форма сосны на два она делится да а вот здесь вот на примере вот этой сосны хочу вам что-то рассказать вот мы когда привезли они же маленькие сосеночки были совсем и вот мы обрезали вот это вот первый ряд мы веточки обрезали на следующий год мы обрезаем выше то есть много я не обрезаю она подрастает я обрезаю потом вот обрезали в этом году я обрезала вот здесь все больше я обрезать уже не буду то есть вот я стою рядышком и вот я тянусь рукой вот как раз смотрите наверно точно метра три уже и вот там идет такая крона достаточно вполне и вот она уже достаточно такая тоже толстенькая уже начинает мы какая приятная карауза сны между прочим ребята вот говорят что нужно обниматься с деревьями не знаю как по поводу обниматься но вот трогать деревья нужно обязательно это очень приятно и говорят что это снимает статику с рук какое-то электричество ненужное нам она уходит и вот что хочу сказать похвастаться вы посмотрите у меня растут здесь грибы это рыжик это вот косили моего и немножечко скосили это рыжик это так здесь у меня вот кустики посажены здесь у меня стояла уточка хранительница так сказать моего сада а вот здесь посмотрите а какой рыжик большой сейчас мы посмотрим сейчас мы уберем колеса и посмотрим что у нас здесь есть ну вот видите смотрите целое семейство рыжиков надо их будет срезать так ложу пока обратно иначе у меня собака их потопчет все а потом мы их срежем и наверное пожарим так что вот что хочу сказать не так давно мы это все сделали ну наверное лет пять и у меня теперь здесь мох вот видите здесь растет мох зелененький вот и я убираю каждый мы просто косим травой я убираю все это грабельками и конечно весной повреждаю немножко я этот мох повреждаю потому что ну сдираю его граблями но не хочу не специально но мне надо все убрать вот убираю раз в год весной только и поэтому хочу очень себе приобрести такой знаете пылесос есть их какой-то профессиональный технический такой для улицы чтобы вот косить или просто пройти весной и все листья сухие собрать это вот спирея у меня я не знаю как она называется но листики у него как у рябинки вот и вот там дальше смотрите еще две березки у нас стоит четыре четыре березки две большие только-только желтеть начали и две поменьше две поменьше ну в общем я вам рассказываю о таком очень маленьком кусочке своего сада здесь вот смотрите такая поляночка здесь у меня вот видите нету моя тень нету здесь травы здесь стояла летом палатка внук внук играл в палатке да и сама тоже иногда сидела заберусь туда интересно вот вот так выглядит с другой стороны наш участочек маленький он наверное занимает метра четыре в общей сложности и длиной он идет метров девятнадцать наверное вот вот это кедры кедры мы их нигде не выкапывали вот тоже кстати ствол такой интересный посмотрите какой абсолютно другой ствол у кедра абсолютно другой как чем у сосны и у лиственницы кедры мы вырастили семечек совершенно вот эти кедры у нас по одному а вот там целый пучок у нас видите прям их много-много-много что-то такое пушистое вылезло у меня на грядке прям красивое-красивое я взяла это отсадила отдельно и получилось потом потом уже мы выяснили что это оказывается кедр какие-то иголочки у него такие смотрите крючочком закрутились интересно вы знаете сосны начинают расти сразу вот абсолютно а кедры они у нас очень долго растут очень-очень долго вот камни посмотрите как едем по улице по лесу где-нибудь едем находим какие-то красивые вещи камушки и вот так вот у меня оформлено все благо что муж меня поддерживает во всем эти камни летом очень сильно нагреваются и на них приятно сидеть но я сильно не рискую сидеть на камнях потому что все-таки у нас Сибирь и все-таки это может быть чревато вот теперь у нас еще вот две елочки смотрите такие пушистые красивые планирую в будущем эти елочки наряжать к новому году протянуть сюда гирляндочки на них навешать может даже в этом году уже я не знаю какой будет снег но они уже довольно высокие то есть они мне вот знаете повыше пояса уже а вот эта елочка она со мной почти одного роста так вот эта елочка так ну наверное она метр метр двадцать метр тридцать где-то уже то есть ее запросто уже можно такая пушистая красивая вот ее уже можно запросто наряжать и вот эти вот камни когда идет дождь или когда просто вот мы поливаем садик они очень красивые они такие знаете становятся разного цвета это сейчас они такие лежат непонятно но когда их намочишь они суперские я думаю что все из вас любили собирать в детстве камушки на речке ну вот таким образом а еще у нас есть очень красивый камень эх я не взяла с собой воду он такой камень желаний он с вкраплениями такими сейчас я в следующий раз я вам покажу это все вот а пока так так что еще ну вот маленький кусочек маленький кусочек я вам показала все рассказала вот они мои сосны вот смотрите я стою среди сосен это так классно вообще здесь прямо вот шумит ветер вы слышите он не просто шумит он шумит он листьями шумит такое ощущение что ты в лесу вот ты в лесу находишься и можно вот скамеечку здесь поставить и сесть ветер сильный и сесть и просто слушать шум леса у нас здесь птички постоянно дерутся летают они тут прям вот знаете с разбегу влетают в эти листья в крону дерева такой чирик они здесь щебет постоянный я вообще знаете хотела вам еще показать чуть побольше но наверное достаточно для первого раза вот что хочу сказать ребят ну картошка сколько нам той картошки надо вот это вот все место вот это у нас было под картошку я вам об этом расскажу попозже в следующем ролике и мы эту картошку практически не съедали мы ее отдавали сейчас у нас вот это вот пятно которое без травы здесь мы бассейн ставим мы стерем под него креенку и поэтому травы нет летом ставим здесь бассейн так ну вот очень сумбурно рассказала но как есть все по сути просто хотела похвастаться хотела просто может быть я вам сейчас открыла Америку в том что можно сделать так просто съездить в лес накопать там березок и посадить у себя на участке ведь это так здорово когда ты можешь подойти прямо вот или стульчик вынести сесть и сидеть рядом с березкой посмотрите какой красивый ствол березовый ну в общем ребята все я могу об этом говорить очень долго ну все пока пока ждите мои следующие ролики вот так вот